Михаилу скажу, я, брат, сегодня написал Александру, вопрос задал, я говорю, ты на меня не стерчаешь по поводу этой беседы. А я когда монтировал, ну я чувствовал в сердце своем, конечно, я, ну не то что неприятность какую-то, а для него сделаю огорчение, вот поэтому и спрашивал у него. Вот, но все-таки делал с такой мыслью, что это нужно сделать, и не дал, я ему обычно даю на рецензию ролики, вот, а в этот раз не дал ему, как бы, посмотреть и выставил, в общем. Вот, ну и он мне написал, что огорчился он, в общем, маленько. Ну вот я хотел бы узнать, что в нашей беседе тебя огорчило. Меня огорчило то, что, оказывается, вы меня-то как-то даже не поняли, наверное, во многом, в главных каких-то вещах. Просто вы обо мне говорите, а я думаю, интересно, с чего это они взяли этого, друг. Вот, ну это вот касается вопросов, например, там, говорите, что ну как же так, вот он, ну сам руководитель, и вроде понимал до этого порядок, ты говоришь, Сергей, он все, у него все как бы четко тут, ну иерархию разрушают, и как бы не удивляется, как же так. Я думаю, что, неужели они об этом не говорили, или, может быть, я как-то неоднозначно высказывался по этому поводу. Ну и по то, что Михаил, комментарии там про троицу, там, как бы такие вещи, что, ну, как будто я об этом что-то говорил, ведь, заметьте, я... Давай, Бран, по очереди, вот сейчас ты сначала вот это поднял, да, этот вопрос, давай сейчас его рассмотрим по поводу иерархии. Ну, вот ты, знаешь, я, допустим, скажу, как, ну в чем я согласен здесь с Михаилом, да, как бы, ну вот, когда ты заявил о том, что вот, допустим, у меня не то, что претензии, знаешь, а у меня вот сомнение такое возникло, когда, я уж потом начал рассматривать этот вопрос, когда ты священникам, как бы, сказал, что я вас братьями называю, да, вот, а не признаю вас, ну, как бы, чинов не вижу вас. Кого не вижу? Ну, чинов, по чину вас не признаю. Нет, нет, не по чину, а именно по самому определению священника. Вот, то есть, и чин, никуда он не делся, иерархия остается, куда, как так, с чего это вы взяли, что я вдруг отказался от того, что должен быть порядок в церкви, кто вам сказал об этом? Если, если они не священники, тогда и там у них иерархии нет. Служители, они как-то так, по Евангелию есть епископы, есть, и у нас есть, есть пресвитеры, и у нас пресвитеры есть. У нас священников нет, а иерархия вся остается, куда она делась-то? Ну, это, получается, иерархия тогда не церковная, а государственная власть, как говорит? Не православная, это настоящая административная власть, именно так и есть. Да, я именно так и говорю, поэтому никакого порядка не разрушаю, он обязательно должен быть. Поэтому тут, не знаю, про что вы говорите, почему вы решили. Про что, Михаил, говори, про что, Мария, что тебе в этом вопросе? Почему вы, да, посчитали, что... Или вы меня не поняли до конца, я допускаю, что вы меня... Если я сказал, что не признаю священников... Кстати, вот там в комментариях тоже там... Не верю в священников, что за ахинею? Не верю в то, что они священники. Люди даже не понимают, а, может быть, хоть бы задали вопрос, пишут комментарии, там кто-то, да, не спросясь, не понимая, что я говорю, там, может быть, я как-то не косноязычно говорю, но все равно надо спросить у людей, у человека, прежде чем там какие-то оценки ему давать. Что ты имеешь в виду под тем, что ты их священниками не признаешь-то? Ну, к сожалению, вот так устроен человек, и поэтому... Я и подумал, вот вы говорите вдвоем, и думаю, в принципе-то дело-то благое. Еще раз просто убедился, что надо, когда речь идет о третьем, он должен быть обязательно в этом разговоре. Иначе просто, получается, вы додумываете какие-то вещи, и иногда можно так их понимать, но лучше, чтобы человек сам ответил, что он имеет в виду. Поэтому так и устроен человек. Видишь, мы говорим о том, причем, посмотри, там же люди писали, да, о чем сложилось у тебя. Может быть, тут касается тебя как раз, твоей, что что-то не так от тебя, и почему люди у тебя неправильно понимают все. И гладил многие такие. Вот сейчас мне один брат звонил тоже, такой замечательный, он очень разумный человек. Вот, ну, слава Богу, вот поговорили. Ты понимаешь, вот есть что-то там, как будто, может быть, я сам виноват в этом, я не знаю. Ну, вот и предлагаем, как бы, тебе сказать. Ну, а я вам сказал, что никакую иерархию не отвергаю, я и евангельскую иерархию оставляю, но не ту, которую в православии, как бы, или там где-либо другой религии священниками сделали. По Писанию нет священников, вы же знаете сами, мы уже эту тему обсуждали, то есть слова священник нет. Есть старший, старец, начальник, как угодно называйте его. Вот, но тот, кто организовывает в любой структуре, всегда есть руководители, они были, есть и будут до конца времен. И я против этого не выступаю. Я против сакральности в их действиях, я вот против этого вам говорю, что я с этим не соглашаюсь, я в это не верю. Тем не менее, то есть, ты, как бы, по ним принимаешь само положение церкви, но говоришь о том, что его сегодня не существует. Конечно, конечно. Конечно. Вопрос слова священник. Мы тогда, получается, мы правильно поняли, мы как раз о том и говорили, что ты не признаешь именно это священство, но на нем все-таки существует божественное преемство. Мы-то и об этом говорили. Я не согласен именно вот с термином самим, вот с этим. В Евангелии нет священников, вы же сами знаете уже, с или иным разговором были. Это уже дальше, как бы, а дальше уже на это уже навязывается все остальное. Поэтому, если мы по Евангелию говорим, то там священства нет. Вы можете сказать, что есть священство? И оно как-то проговаривает именно как священство? Конечно, Александр. Как же? А где? Где? 1 Петра 2, 9, 11. Но мой род избранный старственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас истны. Чудный свет. Правильно. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не поднило, но не поднило. Хорошо, все правильно. Но не о священстве речь-то идет. Ты священник, и я священник, и Сергей священник. Мы все род избранный. Ясное дело. И тогда те, тут видите, можно сказать, слушай, ну они что же священники? Да. По-евангельскому пониманию. Но они ничем не выделены из нас, в плане того, что им дано больше, чем нам. Ну, тут можно сказать, что еще Петр говорит, не как священник, а как пастыри. Он говорит, пастыри ваших умоляю я, то пастыри, следитель страданий святого. Пастыри. Все, согласен. Еще другое наименование – пастыри. Да. Это принципиально. Священник – это тот, кто жертву приносит. И все. Вот это ключевое слово. Я на него только обращаю внимание. Ну, то есть, если бы они назывались по-другому, ты не стал бы так сказать. Конечно, конечно. Только в слове, в самом, в самом термине вопрос-то весь. Пастыри, согласен. Ну, на этом-то зацикливать его. И смысла бы не было. Это сейчас мы с этим братом разговаривали тоже. И речь зашла, вот, я ему объяснял о том, что, в принципе, как бы, вообще много на чем зацикливаться не стоит. Как будто люди считают. Вот просто одни считают, что надо зацикливаться на этом, а другие – нет. И, в принципе, я не осуждаю тех, кто не зацикливается. Ну, вот о чем мы с ним в данном случае говорили. Вот, например, ну, какой пример где-то? Ну, вот о молитве, допустим, святым. Ну, можно молиться? Ну, наверное, можно. Хотя, вот, по Писанию там особо нигде не сказано, что вы обращаетесь к каким-то посредникам. Не напрямую к Господу, например, да, к Божьей Матери, вот, например. Богородица, спаси меня. Вот, а можно напрямую, Господи, спаси меня. Вот кто-то не заморачивается и говорит, а мы, православные, хитро понимаем. Спаси меня, значит, обратись к Господу, и через твою молитву меня Господь спасет. Хотя, ну, очевидно, что надо к Богородице обращаться к Матери Божьей, помолись обо мне, Господу, дабы Он спас меня. Ну, говорит, это уже как бы придирка к словам. Для меня слова важны, а для кого-то нет. Вот, это есть, как бы, ну, такой вот, я не знаю, категоричность какая-то. Да, я считаю, что категоричность. Для кого-то она имеет значение, для кого-то нет. Но для кого она не имеет, я даю тому право, как бы, так считать, как он считает. Ну, а почему мне это не даете? Быть категоричным в этом вопросе. То есть, оно, я что, против Писания в данном случае выступаю? Где-то сказано, что надо так просить кого-то. Нет. Никто из вас не подтвердит по Писанию этого. Тогда, значит, я имею право на такую точку зрения. И меня вне христианстве, как бы, нельзя обвинить в этом случае. Ты вот пишешь, вернее, говорил, я не считаю, что одно православие правило. Да, так ими не считаю. Ты говорил, в священниках я не верю. Я считаю, что они не священники, это мы услышим. Потом ты говоришь, ну, вот тот ролик, потом ролик поставил такой. То есть, я могу, ну, я дословно не говорю, что ты можешь прощаться и сам себя прощищать. Я так понял тебя. Ну, тут это все, как бы, да, то есть, сейчас ты еще скажи, я тогда отвечу уже там. Ну, ты говорил, что прощаться могу из рук, ну, пастора. В принципе, ну, потом ты сказал, что... Могу прощаться, и когда, ну, как бы, в крайней нужде, могу и сам себя причастить. Именно так. Именно так. Ты понимаешь, что даже не от Ермени идет речь, а о том, что ты берешь на себя власть, которую не имеешь. А кто тебе сказал, что... Кто тебе сказал, что мы имеем или не имеем эту власть? Ты по Писанию можешь сказать, что так есть? Нет, ты не сможешь этого сказать. Потому что в Писании, так никто это не ограничивает нас в причастии по Писанию. Причастие, что значит не ограничивает? Сейчас, Михаил, дай тогда тебе и по поводу, значит, вот терминов. Это принципиально. Если священник, тогда да, тогда он только имеет право приносить жертву. То есть Христа снова закалает, он очередной раз, без крови или с кровью, какая разница-то. Закалает, жертву приносит, и все, и только из его рук. А если он не священник, тогда, извини, сразу отпадает граница эта. В принципе, причащаться мы должны в собрании верных. Так сказано ведь, да? Верных или всех, кто зайдет в собрание верных. Поэтому я причащаться могу без священника, с тобой, с Сергеем и с другими такими же верующими, как и вы. Не лукавыми, но с разными взглядами, да. Но с такими же искренними людьми, как вы. И вот тогда я причащаюсь спокойно, без всякого. Будет старший, я не знаю, будь это Сергей или Михаил, всегда есть старший, который возглавляет собрание какое-то. И он преломляет. И вот с собранием верных такое причастие я его принимаю. Вдруг, если окажется так, что никого не осталось рядом, а я один, где-то в этой пустыне или где-то, я имею право, помолившись Богу и благословив хлеб и вино, воспоминания, как Господь в Евангелии говорит, вкусить и выпить. И это что-то от этого, вы считаете, что все, конец тогда мне пришел, да? Это как-то по Писанию? Михаил? Можно я отвечу тут? Почему мы называемся православными? От того, что мы неотъемлемо, ну, наравне, можно сказать, почитаем как Писание, так и предание. То есть не разделяем одно от другого. Если мы отрываем, тогда мы уже как бы по-другому верить начинаем. Вот ты предание принимаешь вообще как... Нет, я его в полноте не принимаю. Игнат Тихоничный отчет хорошо говорит. Там, где предание противоречит Писанию, он это не принимает. Каноны, например, какие-то не принимает, не исполняет их. И я точно так же. А вы, например, вот вы можете сказать, что вот наша церковь православная, она за убийство на войне. И ни один великий святой, который почитается, на чем же зиждется православие, ни Василий Великий, ни Анна Златоуст, никто не сказал, что убивать нельзя. Они говорят, да, эти пятимья, три года, там еще что-то. Но это учение православных. Если вы вдруг этот вопрос не принимаете, то есть вы считаете, что убивать нельзя, то вы тоже не православные тогда. Так же, как и я. Так это один вопрос. Вот вопрос со священством, он точно так же. Поэтому я с какими-то вещами, которые нет в Евангелии, которые я чувствую, внутренне чувствую, что это неправда, она вот в учении в нашем, я ее не принимаю. Я так понимаю сейчас эту веру в нашу. Вот так. Поэтому да, я в принципе, вот если так как бы категорично, я не православный тогда. Сергей, ты правильно говоришь. И ты не православный, и Михаил. Михаил, я, ты Сергей, ты еще как-то это колебался по поводу убийства. Михаил, я знаю, что он против убийства, руки он не возьмет оружие. Тогда ты тоже неправославный. Вот и все. Мы не православный, на самом деле так. Ты ошибаешься. Как ты не православный? Ты путаешь. Православие правильно. Православие. Не то, что видишь сейчас, и называешь это православием. Но православие, на самом деле, оно идет от Христа. Христос, он, если скажу, что он православный, может быть, ты не согласишься, но я тебе легко могу это объяснить, почему Христос православный. Откуда термин пошел православие, с какого времени, все это известно, что в 4 веке. Но до этого люди же верили так же, как и в 4 веке. Потом, если бы Али не появился, другой бы появился там, который отрицал Божество Иисуса Христа. Кто первый назвал, назвался, кто сказал, что у Бога есть Сын, и что Дух Святой придет и обличит мир. Не просто там Бог придет, а именно Дух Святой, который научит вас всему, напомнит вам. То есть он, уже Иисус Христос сказал о том, что Бог есть Сын и Святой Дух. Вот оно, откуда православие пошло. Православие не просто там свечки ставят, передам еще что-то делать, а именно суть-то вот в этом вере в такое вот. А потом уже это наложилось все это на это, и закрыло суть-то православия. Сейчас мы, конечно, понимаем, что православие, допустим, там, это храмы, иконы, причастие, вот такое вот богослужение. Но мы-то говорим о том, что есть предания, и предания не писаные. Есть писанные предания, которые вот мы читаем, это Евангелие, и послание апостолов, и письма. А есть не писанные предания. Кто знает, откуда мы узнали, как надо крестить? Где это написано было? Это нигде не было написано. Это передавалось из уст. Почему? Почему? Подожди, брат. Я дополню сейчас, а то это будет неполно. Тогда вот смотри, Александр рассматривает, как предание, как бы вещи внешние. Но что подразумевает предание? Подразумевает предание от Духа, что нам передано от Духа. А внешние вещи, это вещи, конечно, спорные, а о них этому не стоит говорить, потому что мы разделяться только будем друг от друга. Всё дальше и дальше мы. Будем смотреть предание только с точки зрения Духа Святого. Дух Святой о войне там ничего не говорит абсолютно. Предание, предание Родины. Предание есть апостольское, а потом ещё предание Святых Отцов. А потом ещё многих-многих людей тоже предание. Вот смотри, причащаться. Не имеешь ты права один причащаться. По преданию в православной церкви священник не имеет права служить для литургии один. Не может причащаться один. Михаил, давай не уходи от моего направления, которое я в данном случае тебе его обозначил в плане войны. Не надо пока при причастии. Нет, это правда. Это главный вопрос сейчас. О войне мы уже это согласие нашли с тобой. Нет, подожди. Это учение церкви или нет? Что войне? Ну то, что... Это человеческое учение, это церковное учение. Ну как церковное учение? Василий Великий, Златоуст, ну где они выступают против войны-то? Никто. То есть это отцы церкви. Вообще, вы кто-то против Златоуста. Кто-то что-то может сказать, что если не по Златоусту, то это уже не православное? Или есть все-таки у него что-то не православное? Брат, я тебе хотел сказать, что православное это не значит, что... Ты смотри дальше. Василий Великий был человек. У него были какие-то свои слабости. Ну и что? И на основании этих слабостей мы будем заключать, что это неправильно православие. Нет, подожди, это православие. У нас все православие за войну. Где ты увидел, что по-другому это у нас в церкви? Я православный, я против войны. Ну, все. А я православный, я против слова священник. Я за слово пастырь, пресвитер, или старший. Нет, ты дальше шагнул. Когда мы последний раз с тобой разговаривали, я подумал, что ты, как бы, еще там сказал, что-то, наверное, вспомнил Петра, апостола Петра, что он говорит о священстве, что вроде как не о священнике там все, и то есть тот, кто и говоришь не священник, он на самом деле тоже священник. Если по апостолу Петру это судить. Ну, так вот, ну не в том же смысле священник-то. То есть, по Петру совсем другое священство. у нас нет уже ветхозаветного священства. Ветхозаветного нету. Но заветное. Откуда это приносит бескровное-то тело и крови Христово-то? Откуда они заколают Христа-то каждый раз? Христа никто не заколает. А что делают? Ну это образ, они сами придумали. Вот Михаил говорил, у нас на Евангелии они такой образ придумали. Да нет, брат, тут это, не разобрался, наверное. Так, где же у меня тут? Понимаешь, на проскомедии, на проскомедии. Сергей показал, что хорошо, показал, как подготовка идет Агнца. Да, это проскомедия называется. Это еще не литургия, это образное воспоминание того пути, который прошел Христос. Но это не во всех церквах это происходит. У нас-то православный, а в греческой, допустим, вроде, я вам только знаю такого метода. На этом строить не стоит, понимаешь. Это уже человеческое предание. Оно влияет на спасение души или не влияет. Вот что главный вопрос в этом заключается. как ты это... Если он как бы воспоминает тот путь на Голгоф, который прошел Христос, который его на кресте прошел, пастор, священник, я не могу сказать, что он это... он это... воспоминание у него. Как оно влияет на то, что влияет на... ну... душа твоя погибла. А что... кто знает, что влияет? Вот я у тебя когда-то спросил, а ты уверен, что православие именно та истинная церковь, о которой говорит Господь? Ты говоришь, я уверен, а я не уверен, потому что Господь тебе говорил об этом или мне нет? Ты веришь людям так же? Тебе сказали... Брат, почему ты решил, что мне Господь не говорил об этом? А, ну тебе, значит, ты не разный, что напрямую Господь тебе говорил. Да не только мне. Знаете, Ихна еще об этом говорил, Сергей, я так понимаю, что тоже он знает об этом. О чем? Что православие и истинная церковь есть? Да. Что-то еще кроме ум, ну, ум есть у тебя. кто спорит об этом? то, что православие, оно... Я же тебе пытаюсь это показать. Ты, как бы, не слышишь меня или просто не хочешь обращать внимание, что Христос первый открыл. Православие заключается в том, что ты знаешь, что у Бога есть Отец. Отец, Сын и Святой Дух. Вот в чем суть православия. Поэтому мы знаем это, что... Ты, зачем ты убеждаешь, ты тогда, Михаил, я тебе написал, это не ко мне. те, кто не согласен с Отцом и Сыном и Святым Духом. Нет, я тебе говорю о том, что православие, суть православия. Потом уже в четвертом тысячелетии, столетии, там это... люди сомневающиеся нашлись. И появился термин, это православие, ортодоксия, ортодоксия. Понимаешь? Термина... Ты рассказываешь, Михаил, ты как бы... Ты поясни, что ты хочешь. Это я слышал, я это знаю. Я постараюсь пояснить. Он смотри, ты видишь, ты веришь, имеешь же такую же веру, а остальное как бы отвергает, что вот они верили так, это только одни православные так верили, и они в то же время верили, что причастие подается только непосредственно через иерархию вот такую, да? А здесь ты уже раз и отступаешь. То есть ты веришь, как они в половине, а в другой половине отступаешь. Конечно, конечно. Потому что вся так вера, она выстроена. Мы же вот с вами сейчас говорим, вот это человеческое или божественное? Вы с чего взяли, что причастие из рук кого-то только может быть, что это именно божественное? С чего вы взяли? У вас с чего взяли? Вы сказали, у вас учение так, потому что православное учение так учит. Ну, а где это, каким писанием это подтверждается? Что неужели такая, если бы это была бы такая невозможная вещь, да, страшнейшая, как ты сам причаститься? Ты что? И Господь ни слова в Евангелии об этом не говорит, а говорит просто вот вкушайте воспоминания мои, пейте, да? И потом апостолы, ни один из них об этом и слова не упоминает. И только потом, когда уже апостолов не стало, появилась, естественно, система порядка, чтобы тут не разбежались, кто куда, и не начали сами по себе все, что творить, потому что народ такой, хоть и как будто верующий, а на самом деле кто какой, естественно, нужен порядок. И я понимаю это, что просто как порядок он установлен. вот кто считает, что это что-то таинственное и так как бы принимает. Ну, я на немощь вашу, как бы в этом случае, как бы сойдусь, не зайду ее на нее, потому что ну а что, ну понимаете, понимаете. Но я понимаю, что это именно только для порядка сделано. Ничего другого там нет, потому что для порядка это надо. Пока человек не поймет вообще в веру христианскую, не войдет в нее по-настоящему, ну как ему понять-то вообще, что тут делать. Поэтому везде, это в основном, весь вот этот вот старший и так далее, они не для таинственности какой-то, а для упорядочения, всего лишь навсего они поставлены. И к ним надо относиться, как к людям, которые порядок соблюдают. Ну вот часть церкви, она понимает, что это такое. Часть еще говорит, да вы что, ни влево, ни вправо, пока благословление не получу, там, как один сейчас вот этот брат-то мне звонил, только не помню кого, но из святых, пошел к батюшке благословение получать, там, какого-то святого, можно ему читать или нельзя? Ну, кто-то говорит, не, нельзя тебе читать святого. Вот и все. Ну, каждое свое. Я за порядок, и он должен быть. Мы вот отошли от пути древнего, вот я предлагаю опять, я вот не раз уже говорил, тот пример из Откровений, когда Иоанн увидел под жертвенником души, убиенных, я вот опять же говорю, чьи души увидел Иоанн, как верили те люди, которые были убиты за Слово Божие, как они верили? Вот, верили в то, что можно причащаться из рук священника, или же они веровали так, вот как ты сейчас говоришь, они могли и сами преломлять? Мы с тобой вначале не можем прийти. Потом я объяснил, что буквально это было сразу, прямо вот апостолы отошли, и через ближайшее время надо обязательно было упорядочить. Ясное дело, потому что при апостолах анархия творилась не знаю какая. И это надо, я считаю, что надо. Нужны старшие. И видите, я же вам сказал, что я за то, чтобы причащаться в собраниях до последнего, и только когда остался я один, я не вижу в этом страха. Вы видите в этом проблему, я ее не вижу, потому что я знаю, для чего это сделано, для порядка. И он должен быть. А когда я остался один, нет порядка, я сам себе порядка. Тем самым мы рушим путь древний, когда мы говорим о причастии самостоятельно, мы рушим древний путь, мы его просто обрушим. Я думаю, не надо о нем было говорить, вот знаешь, не все надо выносить на суд людей, потому что для многих это есть соблазн. И вот мне понравилось, помнишь тогда вот Валерий Лопатинок, он не стал говорить о вещах крещения, потому что на самом деле вот он мудрый в этом плане подошел, что вот людям, основной массе, наполняющей церковь, это соблазн. Они не понимают... Брат, мы не основной массе заявляем, ты не представляешь, сколько людей обратились и уверовали правильно в крещение и подобное после этой беседы. Они мне писали эти... Ну, их не так много, ну, около десятка есть. Я думаю, что то, о чем мы сейчас вот говорим, оно тоже для кого-то будет шагом. Я же тоже, я же сразу не понял вот этого, Игорь, тоже нашлись люди, которые говорили, Игнатий Тихонович и так далее, по этапам пойдем. Естественно. Вот, но надо не забывать, что это не то, что как бы неправильно, но соблазн, пока у людей, на самом деле, мы такие же зомбированные, как любые сектанты, которых мы говорим, они зомбированы. Православные зомбированы православием также. Если из этих пут не вырваться зомбированности, а с Евангелия посмотреть на эту точку зрения, тогда можно двигаться будет дальше. А так мы так и останемся зомбированными. Евангелие – это хорошо, но в Евангелии не все прописано, понимаешь, брат? Еще раз повторяю, что в церкви с апостольских времен не было такого, чтобы кто-то самостоятельно там один преломлял хлеб. Ты не знаешь, почему ты, подожди, подожди, и почему ты решил, что имеешь право один преломлять. это, 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 я так тебе, я понял, я тебя объяснил. Нежного, подожди, подожди, не торопись. Апостольские, апостола, нигде не учили, что, если ты остался один, ты должен преломлять хлеб. Во что бы ты ни стал причастиваться, нигде этого нет. Везде было собрание, собрание, оно всегда Господь хранит, понимаешь, вот если ты веришь, что Бог хранитель твой, и что Он хранит христиан, то почему ты решил, что ты останешься один без всякого собрания? Без старших всегда будет это, всегда будет тот, кто это убьет. Я сейчас дополню, из житий святых мы знаем, что святые, уходя в пустыню, но подвязались, да, они десятки лет не причащались, некоторые даже умирали без причастия. Братья, это я должен сказать, это правильно, и Михаил писал, или говорил точнее, я с тобой согласен. В принципе, можно без причастия, можно без причастия, без проблем. Просто я не вижу проблемы, если я один буду это делать, сделаю в какой-то, ты говоришь, не может быть, всякое может в жизни быть, от сумы, ты от тюрьмы не зарекайся, и от одиночества тоже. Поэтому, но я в этом великой, как бы, нужды такой не вижу, что если я вот не причащусь, со мной что-то сразу случится, я, Михаил, с тобой согласен, и я это так и исповедую тоже. Так что тут ничего у меня в этом, какого-то страха остаться без причастия совершенно нет. Так что я тут я поясняюсь. Я не говорю про страх. Я говорю, что ты открыл себе доступ к этому. То есть ты идешь, понимаешь, есть такие, если православные, значит это, должен быть православным до конца. Принимать то, что церковь установила. А тут уже, церковь установила, что собрание верных, оно, это совершается в воскресные дни. И что это воскресение, это особый день, где это происходит причащение, молитва, благорение. Понимаешь? И что даже один человек священнику, если он один, никого нет к другому, он не имеет права совершать литургию, то есть собрание. С кем собрание это вести, если ты один? Двое или трое собраны во имя мое, собраны кем? Духом Святым. И почему ты решил, что Дух Святой оставит людей без собрания? До конца будет это. Церковь, врата ада не одолеет ее. Ты уже как бы забегаешь вперед, что и церкви нету, как бы ты один остался, ты уже думаешь о том, чего нету. А церковь останется до конца, никуда она не неется. И эта церковь и будут причащаться, будут исповедоваться. Но ты уверен, а я не понимаешь, Михаил, но ты уверен, с таким обещанием, что ты как бы что-то заранее. Я сказал, что я могу остаться один, да, ты под сомнение ставишь это. А то, что ты говоришь, что обязательно все будет собрание до конца. Вот. ты как бы без сомнения доставляешь. Ну и я, ну может так, может быть, едок. Это не мои слова. В Писании опять же сказано, что врата Ады не одолеют того церковь, кем? Веретиками, сектантами, заблуждающимися людьми, которые там ведут ее не туда, куда надо. Понимаешь? Церковь всегда останется и будет. Господь хранит ее. Вот в чем делать. Это тело Христова. Не просто так вот это вот. Ты в бухты борас. И вот я возьму причиняться тело Христова и кровь Христова. Мы члены тела Христова, если мы в церкви. Если мы это, именно в церкви, а не где-то вне. Ты поставил под сомнение самого этого православия. Хотел сказать, что православие от Христа идет. Потом уже терминология появилась. Потом уже это люди стали разбираться, в чем дело. А по сути, это православие от Христа идет. Идешь, воюешь против Христа, когда говоришь, что православие нет. Православие всегда будет. И всегда будет. Православие католики, католики, католики. Потом разделение произошло, но они Лев это великий, православный. Если так можно разобраться. Хотя он католический папа. Четвертый Вселенский собор защищал. Многие там это понимаешь, это никуда не церковь, никуда не делится. Дорогой мой Михаил, я ведь против учения по сути против чего я выступаю. Ты смотри, из всего как бы наговорили два момента в чем я не православный. В том, что я служители церкви, которые должны быть и они будут до конца, я их не называю священниками. Это один момент. И второй, а коль так, если они не священники, то есть не через их только руки, это дается, я признаю возможность причастия через руки любых людей, которые верные, которые старшими поставлены. Вот это ошибка твоя, ошибка здесь твоя, что ты считаешь, что через их руки не передаёт. Вот что это говорит о власти, понимаешь, власть, которая дана от Бога через апостолов. Иисус Христос поставил апостолов, апостолы поставили своих учеников, организовали общины. Вот артитуты читаем, что для того я оставил тебя в крите, чтобы ты довершил недоконченный, поставил под всем городам ты свекеров, так и тебе приказывал. Понимаешь? Ты говоришь, порядок нету, порядок был всегда. И за порядок апостол Павел, почитай как разговаривать, молиться, как это апостол Павел учит, чтобы был порядок. Михаил, я за порядок. Тогда тебя, знаешь, давай тогда так уберем. Вот мое слово о том, что я, если останусь в пустыне один, я бы мог причаститься, если вдруг мне в мою голову что-то пришло, что мне это обязательно надо. Я не знаю, пока оно, я даже не верю, что это может ко мне в голову прийти. Потому что зачем я знаю, что я и так если крещен, причащался уже, мне в принципе и одного раза будет достаточно. В принципе достаточно. Но так как Господь говорит в мое воспоминание, Он же не сказал один раз это сделаете. То есть пока живем, будем делать. Не дают делать, не будем делать. Вот если я вот этот уберу, вот свое слово о том, что если бы я остался один вот в таких обстоятельствах, которые, ты говоришь, не могут быть, все, значит, вопрос этот снят. Значит, я собрание, которое, ты говоришь, апостол, не установлен, я его признаю, и оно должно быть, и я сейчас причащаюсь в церкви, которая вот как раз идет оттуда, рукоположение идет. И в чем у тебя, не понимаю, ко мне претензии в этом случае? это не то, что претензии, я вижу, что ты пошел куда-то вообще в сторону. Куда? Ну куда, в чем? Ну куда, куда, ты вне церкви. И он не пошел этой мыслью. Не, подожди, как, ну, начало мысли, потом дела. Ну, ясное дело. Ну только ты, чем твоя вера отличается от моей? Только ты, говоришь, священники, они только вот через человека, который вот в сане, да? А я говорю, что в принципе через собрание верных старшей будет какой-то, не будет священников, мы можем преломить хлеб. Вот это я считаю, это да. Ну тут с нашим учением никак не вяжется. Почему? Потому что любая структура, а РПЦ, там, или православие, там, в нашем виде, или католицизм, они не могут это так сказать. Потому что если скажут, а тогда зачем все они? Я тебе говорю, что в этом есть соблазн, и когда вот мы в открытую об этом говорим, потому что для людей это действительно о, тогда погнали все будем сейчас кто что хочет, что и делать. А я говорю, верные, понимаете, кто верный? Ну вы понимаете. Сейчас вот скажи, в церкви они скажут, что мы все верные. Поэтому для них это соблазн, и нельзя об этом говорить. С вами можно, вот я говорю, вот в этом как бы иногда вот этот недостаток, что мы выкладываемся, потому что не всем надо это понимать и знать раньше времени. Когда они обратятся, уверуют, тогда я думаю, что поймут. Главное, не человек, который там вот в сане находится, то есть, в принципе, я да за него, он должен быть. Но если его нет, проблемы нет нам. Любому, кто Михаил там будет старший, любого, кого мы выберем, он помолится, мы с ним вместе помолимся, преломим и вкусим. Но вот у Михаила в этом у меня книга будет есть, у него же есть перечень, вот помнишь, о котором мы тут разговаривали, о цепочке. Знаешь, Сергей, я единственное говорю, что в учении этого в принципе не будет. Поэтому здесь, конечно, если Михаил меня тут сейчас по нашей официальной структуре хочет перепроверить, ну, конечно, я совсем не православный. Поэтому, Михаил, если ты понял, что я сказал, я больше добавить ничего к этому не смогу. и поэтому, как ты хочешь, так оценивай. Я вот посчитал, что ты должен был понять меня. Но нет или нет, это все я не знаю. Да. Я тебя должен понять. Но ты должен понять, что такое церковь. Понимаешь? Я тебя, может быть, понимаю, но я понимаю, что ты пошел против того, что называется церковь. А церковь это не просто это вот ты, это еще и правило. Самозванцы никогда не были церковью. Понимаешь? Самозванцами это... А ты хочешь, чтобы стали самозванцами. Я пошел и причастился. Я пошел... ты, 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 говоришь о том, что в любой момент, когда не будет ни епископа, ни священника, я буду сам священником, я буду сам епископом. Я сам, если соберутся вокруг меня несколько человек, я могу преломить хлеб и всех причинить. Это не будет причастие, это будет самозванцем. Понимаешь? Ну, все, ты так понял, понимаешь, ты так понимаешь. Это не я понял, Сан, это термарис. Это термарис. Это термарис. Мы в этом плане не подняли друг друга. Я тебе говорю, что я за, не за формализм мозга костей. Я знаю, что формализм нужен, но не для всех до конца и всегда. Есть правила, да, всегда там есть потом исключение из этих правил. правила, которые Богом установлены. Богом тебе никто не объявлял, что они Богом установлены. Почему? Эти правила. Есть Дух Святой, который просвещает всякого человека. Я могу повторить то, что уже повторял, писал под роликом, что ты, брат, находишься в очень опасном положении и начинаешь думать о своей колокольне, рассуждать о своей колокольне. А твоя колокольня, она не такая большая. И посмотри, что, конечно, много неправ, неправды можно найти среди людей, среди православных. Сколько они там это себя. Я вот последний там раз писал это, что мы сами себя такое лицо сделали из православия, которое это отвращает многих от него. Но это не значит, что это не церковь. Понимаешь? Ты посмотри, как в ветхозаветной время. Там же тоже это народ Божий, это народ назывался священством. И они священниками назывались. Это народ Израиль. Это это знаешь. серьезно. Потому что я вот, какую часть прошлых разговоров вы посвятили вот этому вопросу, да? О плохих священниках, о том, что бардак какой-то творится. Да меня не волнует он по большому счету. Вы понимаете, нет? Почему не волнует? Да потому что я знаю, что так должно быть. Этот бардак он меня волнует в той и той мере, что я могу на это влиять своей жизнью. Вот и все. А тут как будто все так выставили, да? Что типа того, вот я там плачусь, как плохо в этой православной церкви. Ну да, плохо, да я не плачусь. Этот батюшка Петр там говорит, что я что-то жалуюсь. На что я жалуюсь? Кому я жалуюсь? Никому не жалуюсь? Мы не об этом жалуюсь. Не, ну как об этом? То есть меня не волнует в плане вот правды, что творится в церкви. Как бы моя позиция, она не зависит от того, что творится в церкви. Вот этот бардак, я знаю, что он изначально был. Я-то не против этого бардака в том плане, что там есть структура, которая рукополагается. Я вам говорю, я просто не даю ей каких-то сакральных вещей. Я за структуру, которая формально действует. И я ее признаю. То, что там попы какие-то не такие, какие-то прихожане якобы такие-не такие. Да какая проблема-то? Давно было, есть и будет так. Поэтому кто там на это думает, что я обращаю внимание, успокойтесь, я на это внимание не обращаю. Равно как и вам. Вы тоже посетили, что я как будто думаю, что ой, как плохо, поэтому я решил тут по-другому взглянуть на эту ситуацию. Никак не из-за этого только. Брат, ты можешь назвать православным? Нет. Почему? Потому что я не за убийство. Нет. Причем здесь убийство? Ну, потому Христос апостола. Христос апостола тоже не были за убийство. Тогда подожди, давай, знаешь, тогда вот ты же используешь термины, тогда надо дать четкое определение, что такое православие. Вот если руковица, отец-сын, дух святой, что Господь умер за прощение грехов, вот я православный. Тогда православный. Но против убийства я не православный. И так дальше начнем сейчас с тобой. Православный это? священники, сейчас, секунду, священники, я не считаю, что они священники, они просто пресвитеры и епископы, то есть, просто старшие. Вот, все, в этом я не православный. И так вот и дальше. То есть, православный, не православный, православный, не православный. Так же, как любую другую, возьми религию, точно так же будет. Что-то хорошее, что-то плохое. А истинная церковь, она как раз другая, она не заформализована, как у тебя, Михаил, если православное ты принял, то все уже там, ты как бы легко отбросил, не убей заповедь, что она есть, а вся церковь уже на протяжении почти двух тысяч лет живет, убей, ты уже, значит, это ты не боишься, что это православное уже не называется. Я смотрю. Я смотрю изначало, каково учение Иисуса Христа, и как объяснили это учение апостола. Изначало, это пути древние, ты знаешь? Все. Мы часть принимаем из этих древних, а часть, то что идет в разрез с Евангелием, не принимаем. Древние пути, это не значит все, которые были там тысячу лет. А сколько ты деревних возьмешь? Потому что люди, как только вошли после отхода апостолов, лютые волки-то, да, они сразу православие создали и начали своими руками создавать правила и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому от Евангелия много чего не осталось уже. Правила первые созданы уже Христом. Это Евангелие. Первые правила. Потом апостолы продолжили это делать. Понимаешь, первый собор, когда они разрешили есть язычникам, все, кроме удавленной, звероядины и межлечин, крови. Понимаешь, тоже правила. Правила апостола Павла, он тогда объясняет, как он должен быть епископ. Это тоже правило. Понимаешь, правила уже с самого начала. Без правил человек не может. Я согласен. Кто ты зачем доказывать, если я с этим согласен, Михаил? И правила писания. Дальше. Пописание. Пописание в веках правила, дисциплинарные правила, элегантические правила. Я не знаю. Есть, которые не написаны. Были. Сейчас они, конечно, разъяснены, все написано, но поначалу не было написано. А причастие, о том, что о крещении, как причащаться, как совершать литургию, где это написано было? Нигде не написано. Убирали, сидели, сочиняли. Златоуст, Яков, и так далее. Что нет-то? Ну, как нет? Михаил, ты так уверенно говоришь, нет, нет. Ну, кто-то тебе сказали, ты же откуда взял? Ты же, правильно, Сергей, в прошлый раз говорит, мы все на веру принимаем. Вот ты принял, что то, что сейчас у нас есть, это вот истина в последней инстанции. Спроси, а Григорияна-Армяна, он тебе скажет, или католик, он скажет, я тот, как у нас. Ты думаешь, а не менее тебя такие упертые в плане верности своей вере? Просто вот те, кто поняли до конца, да, они остались, вот сейчас мы разговаривали, я повторю вот эту мысль. Вот те, кто Григорияна-Армянской церкви, они тоже видят неправду, которая творится там. Но они понимают, что к православным переходить нельзя, потому что тут тоже свои косяки есть. К католикам тоже. Куда ни сунься, везде идут искажения. И поэтому, куда бы ты ни перешел, ты все равно попадаешь в западню. Поэтому кто, где вот это понял, он там должен и оставаться. Вот я не знаю, только до конца, потому что меня, например, смущает, знаешь, что вот сейчас, у меня нет проблем ходить вот в нашу православную церковь, только я вижу, что этот поход, он оборачивается компромиссом и борьбой с совестью моей. Потому что, если я туда хожу, там есть молитвы. Если ими молятся, я тоже должен быть молиться. Либо, если я не молюсь, тогда я выпадаю из этого собрания. То есть, ну да, ну ты, когда там 40 раз, Господи, помилуй, ну ладно, помучайся, постой, не всегда, как говори. Потом, когда тебе скажут, Богородица, спаси нас, ну тоже в это пропусти, как бы, прими православное учение, что это не она спасает. Хотя слово спаситель, оно только к Господу должно относиться. Никакой Богородице, никакому святому это относить нельзя. Вот. Но у нас, говорят, это не это, ты уж больно цепляешься. Ну да. Вот. И так далее. То есть, я выпадаю из собрания. Потому что, я должен не молиться. Там, Пресвятая Богородица, ты же тоже, это, ты помнишь, царица моя приблагая, да? Ты же тоже не молишься. То есть, мы выходим в этот момент, да, из церкви. Это сейчас. А дальше больше будет, тогда рано или поздно мы оттуда должны выйти, потому что там невыносимо будет 90% времени, ересь натуральная будет там произноситься. А мы с тобой, из-за того, что мы когда-то православными назвались, мы с тобой должны в это собрание ходить. Мало ли, что там 90% ереси. Помнишь этот Василий Блаженный, когда у него спросили, сколько народа-то было, а там тысяч человек в соборе было, он ведь два человека было. Ну вот, но здесь, знаешь, как бы проблемы нет, можно так этого потренировать христианского терпения, там, пострадать ради Христа, вот стоя и слушая, как молятся, какими словами. В принципе, вот, ну, вот я пока хожу и вот так вот терплю, да? А рано или поздно ты не допускаешь, Михаил, например, что придет такое время, что там большую часть уже заменят на ересь. И ты тогда, ты отойдешь от них, а тогда куда ты без православия останешься-то? А ты скажешь, а я православный верую, вот. Когда была ересь монофилипства, то оставались очень мало таких верных, которые правильно коммунали веру. Максим Исповедник, ну, там папа еще римский был, ну, а Константинопольская церковь, она вся была в ересь. И он один оставал. И куда он вышел из твердки? Он остался в ней, потом был шестой вселенский собор, на котором осудили всех корректиков, на основании того понимания, которое изложил Максим Исповедник, понимаешь? Один против всех. И если ереси будут такие, что уже это будет не православие, вот это уже другой раз говорилось, но это в будущем, а в настоящем-то времени, что об этом говорить. Давай дождемся до будущего, тогда это произойдет. Нет, ты, Михаил, ты, Михаил, скажи, ты признаешь молитву Богородицы Спаси нас? Спаси нас. Признаю в том плане, что она может спасти, как спасительница родила Иисус Христа, и может молиться за нас. Ну, то есть, она молится. У Бога все живы. Живы не просто все живы, а живы, которые родились духовно. И то, что они живы там, и то, что они могут молиться, у меня нет ни с вами на этом. Молиться они могут спасать. Они могут спасать молитвы свои. А кто тебе об этом сказал, что они спасать должны? Они молиться о твоем спасении могут, но не спасать тебя. Спасает один спаситель, у нас один Христос. Мы это отлично понимаем. Зачем подмену делать тогда? Зачем подмену-то? Почему подмену? Потому что спаситель один. То есть, спаси, ты можешь, когда тело тонешь, ты на берегу стоящем можешь крикнуть «Спасите меня!» Потому что они твое тело могут спасти. Господь говорит, ты же о душе, ты же не о теле обращаешься к Богородице, а душу только Господь Бог спасает. И душу и тело спасает Господь Бог. Это все да. Но, Господь говорит, это не называть никого отцами. Да, не должны называть никого отцами. Но мы же называем отцами. И спаситесь у кого-то. Вот я отец, у меня дети есть. Ну, ты родил, потому что попротит отец. Меня дети называют отцом, я своего отца должен назвать отец. Ты же родил его, поэтому ты и отец. А духовно родил. Тоже. Вот три отца может быть по сути. Духовно. Это и то, я как бы про отца духовного, это я как бы, знаешь, оставляю под сомнением. Но отец плотской и то, что Господь, вот это да. Потому что вера-то все-таки Господь. Брат, что я хотел сказать-то. Это просто так вот узко понимать, то, конечно, мы не должны никого называть. А если понимать, в чем смысл, что за спаситель? Если тебя человек привел к Богу, он может назваться спасителем? Ну, нам Евангелие, никому не называться. От его слова ты обратился, стал верующим. Игнать Тихнич, он так объясняет, кстати, это его пояснение, что вот кто духовно родился, вот он там родил кого, да, духовно. Ну, вот меня молотцом и называете тогда. Но, вообще-то, по Евангелию даже такого права не дано. Мне апостол Павел говорит, я родил вас благоествование. родил, но как бы не называется отцом, да, вот. Но тут я как бы с этим, как бы по поводу духовного рождения от человека, я не знаю, я бы все-таки предпочел по Евангелию никого не называть. Знаешь, тут есть такой подход, есть как бы можно называть подбирая всякие оправдания, да, а по Писанию сразу не называть. Вот легче не назвать для меня, нежели назвать и потом оправдываться и может быть и перед Господом. А вот мне так объяснили, а я вот так подумал. Вот по Писанию так, лучше так. Еще апостолы обращались к собранию называя дети их. Ну, да, да. Если они дети, то он отец. Ну, здесь как бы слово отец не звучит, а то, что родились, вот я поэтому говорю, вполне возможно, Игнать Тихонович в этом плане как бы имеет основания так утверждать. Ну, только Игнать Тихонович. А вообще нас могут спасать, и это люди, они могут называться спасителями, но только не в том плане, в каком Иисус Христос называется. понимаешь, разница есть поклонение. Когда апостол Петр зашел, ему кормили кланяться, он сказал, я тоже человек, я вам благослов. Сектанты сразу это восприняли, что кланяться нельзя. А везде, где не посмотрим, и в Ветхом Завете кланялись ангелам, и людям кланялись, и нигде это не осуждается поклонение. Так и так. Так и про спасение, понимаешь? Тут как, если ты вот ты сразу раз и мне обвинения кидаешь, а почему ты спасительница называешь, или спасительница? А я так понимаю, это не просто понимали, а действительно она может это молиться, через это спасать. Ну, во-первых, мы не знаем, да, такого права, что там у Богородицы есть право там за нас молиться какое-то там. И вообще ведь молиться мы можем просить, да, в большом случае помолись за меня. А вот молится она или не молится. И как что там такие вещи, как будто, а вот ее лучше всех слушает. Это же, знаешь, Бога, Господа нашего. Мы делили вот те, кто по-человечески только верит, да, и Бога наделили начальствующими качествами человеческими. Вот, то есть, знаешь, от одного я приму, а вот от тебя напрямую не приму. Вот если Богородица подойдет, то я тогда приму твою молитву, а вот от тебя никак. То есть, из Бога сделали человека. И вот только так считают, вот пусть они так и считают. Я так не считаю. Бог для меня есть напрямую, отвечает. По Писанию он говорит, простите, дастся вам. Поэтому зачем придумывать, ну, ты хочешь так, ну, может быть, кто-то молится, ведь может молиться за нас, в принципе, они могут, они же все живы. Ну, в принципе, может быть, могут, но я лучше не буду. То есть, вот вы говорите о моем рационализме, я бы еще хотел к этому подойти. Очень рациональный. Вот мой рационализм, он безусловно, есть. Только я не знаю, что вы имели в виду под этим рационализмом. Хорошо бы, вот вы мне пояснили, а я вам сейчас объясню, где мой рационализм есть, а где его нет. Вот что вы, как вы видели, в чем увидели, допустим, мой рационализм? Что ты рациональный такой. Знаешь, как я сказал, в чем рационализм? То, что ты не приемлешь, ну, о чем мы с тобой говорили раньше? это мистика. Вот это, это мистика, мистика, да, сакральность. Мистику, то есть, я не мистический, то есть, вот там кто-то, видения какие-то, я на них внимания вообще не обращаю, потому что как нет их, как будто для меня. А потому что и святые говорят, видишь, там, ни хули не отвергай, вот я ни хули не отвергаю, лучше вот нету для меня этой мистики там. Вот только, а то вот так из моего разговора, вот, я верю в чудеса, но не преддаю им великого смысла. Я знаю, что Господь и без чудес, когда нужно наставить человека, просто, через мысль наставит. То есть, кому веры, может быть, не хватает, нужны чудеса, я их тоже не осуждаю, потому что это психология, мы все разные люди, одним без чудо никак, вот явного, которое является. А мне, я так верю, мне даже не надо ничего. И вы меня тогда не называете рационалистом, потому что я так верю, я просто верю. И я вас не могу осуждать тех, кто любит какие-то вещи такие, которые с мистикой связаны. Ну, все мы разные, слава Богу. Брат, я хотел еще о молитве сказать. Апостол Павел просил все время молиться. Он говорит, братья, молитесь о нас, потом, всякую молитву, прошение молитву всякое время, духом, старайтесь от всем, от самым, от всяким, постоянством, умолением от всех святых, от всех святых молиться. А кто такие святые, это уже, понимаешь, это верные. А почему те, кто уже умер и которые душами там находятся у Бога, почему они не могут молиться? Почему мы не можем к ним обращаться? Почему? Можем. Есть, конечно, человеческое. И много человечества внесено в православие. Я в того не спорю. Я даже согласен с тобой. Но это не значит, что нужно выходить из церкви. Не значит, что это не церковь. Это наоборот. Нужно оставаться здесь и, по крайней мере, сил и возможности людям разъяснять. Я с тобой согласен выходить. Не вижу смысла, потому что куда выходить-то? Вот везде одно и то же. И молиться я не против. В принципе, понимаешь, я же тебе говорю, что все живы, поэтому я если за тебя, за Сергея молюсь, то почему, допустим, обо мне кто-то из святых слушай меня, не помолится? Я допускаю это. Просто я не придаю этому такого значения, сколько этому придаётся вот в православии, как ты в данном случае заметил. Я против перекосов только. Всё-таки к Богу моя молитва должна быть больше. А у нас, если мы сложим молитву к Богородице, к святым, оно перевалит за половину. А я хочу, чтобы больше половины было к Господу. А всё остальное, и Богородицы, и святые, я не вижу в этом никакой проблемы. И выходить тоже. Я, видишь, тебе говорю, что я бы, если считал, что надо выходить, я уже должно бы, сидел бы дома тут, да и сидел. Нет, я просто говорю о том, что да, мне действительно режут слух слова, но тебя не режут, спаси меня, а мне режут. Ну, тем не менее, я как бы вот стою и стою там. Поэтому и причащаться, я там буду тоже причащаться. То есть, на самом деле, никуда я не выхожу. Просто у меня есть видение и отношение к этому, да, вот к каким-то вопросам, к пониманию каких-то вещей. Ну, кого они соблазняют, не соблазняйтесь. Дайте право мне, как бы, видение иметь на этот счёт. Не жалейте там, кто меня это, Мария там, Саша бедненький там, жалеет, ой какой, плачет и плачет. Чё там, вот спасибо, Мария, тебе, если ты будешь слушать нас. Ну, брат, ещё тогда вопрос тебе, Александр, ты из церкви не собираешься выходить, но одновременно не признаёшь её за церковь, и себя не считаешь православным. Как так? Почему? Вот как посерединке, понимаешь, вот правда, нет, ты же видишь, что тебя удерживает? Что тебя удерживает? Удержит меня то, кто, что там есть люди, которые называются верующими. Мне понравилось, знаешь, сейчас вот этот человек, с кем я разговаривал, да, он просто, ну, не, как бы, благословлял его по имени называть, и не буду упоминать. Он, знаешь, какую интересную, вот, на этот счёт мысль выразил? Он говорит, вот, до, там, 300 лет христиане были гонимы, и эти гонители, они сколько крови христианской пролили, да, и вот Господь, говорит, смиловался, вот, с 4 века, с Константина. Он этих гонителей завёл в церковь, то есть, их сделал формально верующими, чтобы нам, рождённым свыше, да, спокойно можно Богу было молиться и не терпеть такого гонения, как было раньше. Но они остались гонителями, только они думают, что они христиане. Поэтому, и назвалось это православной церковью, всё. Понимаешь? Вот, а они, на самом деле, гонители. И я вот, среди этих гонителей, должен зёрна от плевел отделять, поэтому отделяю, вот, как ты сам взял, отделил убийство. О, это, говоришь, ты, на самом деле, не православие. Я сказал, что это не православие. Ну, в православной церкви же. Ты же церковью это называешь. А я церковью называю заходят в храм и называются православными. А те, кто хотят жить чисто, ищут чистоты и этой жизни и стараются так жить. Вот и всё. Вот это церковь, а всё остальное, никакая это не церковь. Как бы она называлась? Католики, православные. Понятно? Вот так вот. В принципе, я вот всё, что мог пояснить, пояснил, а уже не обессудьте, как бы. Для меня ничего нового здесь нет абсолютно. Я не знаю, просто ты хочешь как бы ответ дать на многие вопросы. Я тоже там, я не захотел распыляться, понимаешь, там защищать. Опять ты скажешь, не защищай меня. Ты наоборот на меня говорил то, чего во мне нет. Ты говоришь, вот он там против порядка и так далее. Думаю, ничего себе, Сергеем столько говорили, говорили. А он говорит, да, как это так? Он говорит, против порядка. Я за порядок. Как я могу без порядка? За порядок. Быть за порядок не признавая порядок, это уже неспорядок. это порядок. Вы преломли. написано, а есть не писано. Есть предание такое, которое, как совершать службу или другие, как переломлять хлеб, как креститься и так далее. Понимаешь? Знаешь, у нас получается, что ты за порядок только за один, а я за другой порядок. Ты за свой порядок, который ты в голове своих придумал и за этот порядок. Ну, считай, что я придумал тогда. Для тебя писание, оно как бы второстепенно, вот предание, которое ты видишь, оно как то, что передано и записано, а на самом деле с Евангелем ничего общего. Брат, оно не противоречит предание, вот это вот, пророкоположение, оно не противоречит Евангелию, не противоречит Священному Писанию. Почему ты взял-то, что оно противоречит? В той части, что священники только должны это делать. И они священники. Старшие, до тех пор, ты понимаешь, вот ты как будто не слышишь, я за то, чтобы рукоположенные люди это делали и делают. До тех пор, по сути-то, я же не против этого, только я не называю их священниками. А тут-то ведь ты меня на чем пытаешься, как бы вот сейчас обвинить-то, что я сказал, что если я один останусь, то я тоже не боюсь этого, что я, благословив и помолившись, могу хлеб и вино вкусить. И то я тебе сказал, вообще я не вижу необходимости в этом вообще никакой. Потому что не буду причащаться и не буду. Какой хлеб? Это все отметается и опять по новой начинаете. Вы чего как-то брать? Брат, какой хлеб? Какое вино? Мы причащаем тело и крови Христовой. А если ты не священник, если ты цепочку прервал, самозванив, у тебя не будет никакого тела и крови Христовой. Ты будешь просто хлебом и вино причащаться. Все, я сказал, что я вообще не буду причащаться. Можно тогда вот как бы тема будет, она вот с твоей стороны тогда как бы обсуждение на этом закончится. Если я скажу, что вот в данном случае я о себе не говорю тогда. Вот я вообще могу не причащаться, потому что ты видишь, я в этом не вижу проблемы не причащаться. Все, вот в собрании мы до тех пор можем причащаться. Вот сейчас есть эти рукоположенные священники, и все, значит, они пусть и преломляют, и нам дают это хлеб, тело и кровь Христа. Вопрос не в том причащаться или нет, вопрос в том признаешь или нет. Понимаешь, я священниками не признаю, но признаю, что они старшие и должны преломлять хлеб. До тех пор, пока они есть, они должны это делать. А когда, если будет такая ситуация, а вдруг это будет, что мы остались одни, но у нас будет собрание верующих, верных людей, я не вижу в этом случае, что кто-то из нас будет возглавлять это собрание, и помолившись, мы преломим. Меня одного забудьте, что я говорю. Мы не имеем права этого делать. То есть, не имеете, и вы так считаете, а я считаю по-другому, в данном случае, что вот когда никого нет из рукоположенных, придет, если такое время страшное, то мы сможем воспоминание это сделать. Ну, как бы и не осуждаю, считайте, что они сможем. Воспоминание это не просто воспоминание. Воспоминание о чем? О том, что кто умер на кресте, что его тело и кровь это жертва, и что мы причащались хлеба и крови, преломления с молитвой, мы причащаемся тело и крови Христовой. Воспоминание жертвы той, которую совершил Господь ради нашего спасения. Что я не так сказал? А я тебе поясняю, что не так. Ты не сказал почти все так, но когда ты будешь причащаться, не будучи рукоположенным от апостольских времен, у тебя будет не тело и кровь Христовая, вода. Ну, это просто значит, холостую. Ну, какая проблема? Понимаешь? Будет это как... Ну, и все. Смысла-то нету, понимаешь? Ну, ты как ты думаешь? Вот в этом случае как бы человек нам потеряет спасение сразу, да, если вдруг вот он он верит, что если нет никого старше, да, остались опять одни, ты не веришь, что такое может быть. Но остались, а я верю, что может быть такое случится. И если мы так очистимся, в чем проблема? Вопрос. Символ веры. Мы поем. Верую в единую святую соборную апостольскую церковь. Когда ты поешь эти слова, ты что думаешь? Или ты не поешь их? Пою. А зачем поешь-то? Ну, а в чем ты не веришь? Если ты в церковь не веришь, зачем пойдешь? В чем, в какой части там нет веры-то? В этом? Что там? В апостольскую церковь? Соборная? Соборная? Собранная? Или что имеешь в виду? Тут знаешь, это... Церковь. Церковь. Ну, мы с тобой, если вот верующий, собрались на церковь. Что церковь создана одна и на все века. Что она пройдет до конца. И что эта церковь православная. Ты веришь в это? Нет. Что и православная нет. А что церковь пройдет все века. Люди, которые веруют по Евангелию, в истине, они будут церковь, все составляют всю жизнь. Все две тысячи лет уже. И она будет спасена. Неформальные вот эти приходы будут спасены. Да. Михаил, ты как будто это интересно. Ну, ты за формальную, я за неформальную церковь. Это неформализм. Это четкие установки для пикотцов. Ну, вот, значит, вот в этом плане понимание церкви у нас с тобой разное. Ты православную церковь считаешь, вот та, которая идет к спасению, одна только. Вот в этом, со всеми ее изъянами там, да, и искажениями Евангелия. Евангелия не людей, и заметить. Не священников, а Евангелия. Вот, и ты говоришь, вот это самая настоящая церковь, она идет к спасению. А я и так не считаю. Я считаю, что людей, которые по Евангелию исповедуют свою веру и живут по ней. И даже, мы можем тоже, кстати, что-то маленько заблуждаться. И я вот не считаю, что ты или я, или Сергей, мы же не до конца все одинаково веруем. Мы все равно люди разные. А я верю, что искренность и устремление по Евангелию жить, это и есть определяющей частью истинной церкви, которая будет спасена Господом. Вот так я верю. Допустим, как третье лицо скажу, вот Михаил верит, то, что причастие совершается только при наличии рукоположенного священника, ты в это не веришь. И все. Вот. И две стороны такие. Это не просто все. Это практически говорит о том, что Александр на стороне церкви. Я на стороне Михаил. Вот о чем что это говорит. Это проблем. Я так и понимаю, поэтому вы так считаете и считаете, и что в чем... Да ты сам так считаешь. Ты сам так считаешь. Нет, а что я так считаю? Вы только за слово священник, а я не за него. Я вижу в них просто функцию, а вы видите что-то сверхъестественное. За слово священник скрывается многое. Конечно. Просто слово священник это ладно. А когда ты начинаешь рассуждать уже более глубоко, то получается, что ты сам сказал, что я вне церкви, я не православный. Вне православия. Ну, вне православия, не православный. А сфер, о котором говоришь ты сейчас, Михаил. Вот и все. А так? Мы, когда собрание собираемся, литургия идет, все вместе, не только один он впереди стоит и приносит какую-то жертву, мы все вместе приносим жертву одну, духовную. Но он первый из нас. Все приносит. И он не какую-то отдельную жертву приносит. И что здесь это? Отдельно он такой. И не каждый из нас должен какую-то свою жертву приносить. Мы все едиными устами, единым сердцем славить и воспилать Господа должны. Понимаешь? Единым сердцем, едиными устами находясь в церкви, в храме. А не просто так, что я вот жертву принесу такую-то. Какую жертву принести может сейчас человек после той после той жертвы, которую принес Христос? Какую? Никакую. Ну как никакую? Ну кроме себя. Своей жизни он должен себя приносить в жертву. В себя. Вот что ты делаешь, словословишь, постишься, вот она все время жертва. Ради другого сейчас время тратишь, чтобы мы поговорили, опять жертву приносишь ради Бога. Ты же не ради плоти там сейчас звонишь и разговариваешь. Вот она жертва. Все время жертва. А священник, который там якобы что-то свыше, какой-то первый, он же не за этого священник назван, что он там первее всех, что он возглавляет собрание, поэтому он священник. Он пастор. Он назван для того, что вот, где опять же говорится, что мы должны быть единомысленными, единодушными. Если мы не единомыслим, не единодушны, то мы тогда не в церкви. Надо тогда определять, кто из нас не прав. А почему определять? Нет, Сергей, ты же видишь. Нет, вот даже среди, казалось бы, вот взять Игнатия Тихоновича общину там, ну уж куда единодушны, казалось бы. Нет, там единодушны. Нет, почему? У нас есть символ веры, который, если мы признаем, в этом определяется единодушность. Ну, тогда это, знаешь, так это уже тогда легко единодушны. вот я тебе сейчас прочитаю молитву, которая тайная, это называется, но не должна быть тайной, которая совершается на эстеристическом каноне. Достойно и праведно воспевать тебя, благословлять тебя, восхвалять тебя, благодарить тебя, поклоняться тебе на всяком месте владычества твоего, ибо ты Бог незреченный, непознаваемый, невидимый, непостижимый, всегда сущий, остающийся одним и тем же. Ты, единородный твой сын, и дух твой святой. Ты привел нас из небытия в бытие, и когда мы пали, снова восстановил нас, и не отступил от нас, совершая все для нашего спасения, пока не возвел нас на небо и не даровал нам твое будущее царство. За все это мы благодарим тебя, единородного твоего сына, и святаго твоего духа, за все благодеяния твои, нам, о которых знаем, и о которых не знаем, явные и тайные, благодарим тебя и за эту службу, которую ты соизволил принять от рук наших, хотя и предстоят пред тобой тысячи ахангелов, десятки тысяч ангелов, хирургимы, и серафимы, шестикрылые, имеющие много очей, поднимающиеся на высоту крылатые. Вот оно, понимаешь, благодарение, вот она жертва человеческая. Отвергни себя, отвергнув же себя, ты благодаришь, и когда освободен от рабства греха и отвергнулся себя, ты только одну можешь жертву приносить, благодарность. И благодарение, так и называют службы. И священник, вместе с народом, молится об этом. Жертва не та, которую не агнется. Мы Бога благодарим за Христа. Вот оно, воспоминание того, что совершил Христос для нас. Через все это мы воспоминаем о его жертве. И делаем это все вместе, нераздельно, каждый сам по себе. Едиными устами, единым сердцем. Понимаешь? Ну, вот и ну. А ты что говоришь? Это церковь и тело Христового. Вот оно, тело Христового. Не так вот, как ты говоришь, что я там это буду преломлять хлеб, когда захочу, и по возможности там, и ничего, это не будет страшно. Именно это страшно. Именно это страшно. Я не знаю, что я сказал о себе, как бы, да, вот я как бы, ты меня за... Брат, не только ты о себе, тысячи сектантов это делают, понимаешь? Ты повторяешь их путь. Вот, к сожалению, ты как бы тоже, вот я тебе говорил, или вам говорил о том, что я за то, чтобы причащаться в собрании. Вот тех рукоположенных нынешних наших, ну, с другой стороны, я говорю, да, что я в них не вижу ничего сакрального. И все. Но это, то, что ты не видишь в них сакрального, это не значит ничего. совершенно. Это твое видение, понимаешь? А церковь остается, церковь остается церковью. Как бы там, амортический, ты хочешь сказать, конечно, остается, куда она денется? Это неформально. Это бы просто было формально. Зачем Бог создал церковь? Для формализма, что ли? Церковь, еще раз повторю, это не те, кто собрались на литургии. Я понимаю, не так. Ну, ты так понимаешь, что эта церковь собралась, а я не так понимаю. Поэтому, ну, вот тут и споры не должно быть. Как бы заявили, кто, как считают. Бог видит не просто лицо человека, а видит сердце его. Вот главное. И кто в церковь ходит, он видит, кто, понимаешь, есть и границы церкви, не просто видимые, видимые мы все. Вот мы пришли, мы назывались православным, это видимая часть. А невидимая часть, это Богу принадлежит. И Бог определяет, кто будет избранный, кто войдет в Царство Божие, а кто не войдет. Понимаешь? Но это не значит, что мы должны считать, что видимая часть, она формализована вся. Мы состоим из души и тела, душа и тела. Внешнее поклонение, оно сопутствует и внутреннее, внутреннее поклонение и внешнее. Оно взаимосвязано, никак раздельно мы не можем жить. Что духовно будем жить, а тело как бы это. Понимаешь? Ты идешь по пути сектантства. Ты прямо это заявил. И хоть порть, хоть доказывай, не доказывай, но твои слова и твои мысли. Ты сам это и объявил. Никто тебя не заставлял это делать. И чего? В чем проблема-то ты увидел? А по пути сектантства идешь, значит, ты уже вне Церкви. Понимаешь? Ты уже мысленный. Невидимая твоя часть, уже вне Церкви. Восстые, да. Невидимая часть. Понимаешь? Мы видим тебя еще как православного, а Бог уже видишь, как это неправославное. Ты вне Церкви. Для Бога. Вне формальной Церкви, да, я тебе говорю, что если я уже части не признаю, значит, естественно, я уже вне ее, равно как и любой другой. А вне спасаемой Церкви, это тебе трудно будет, наверное, сейчас у тебя ударить, кто там, а кто вне ее. Я не утверждаю, брат, потому что ты еще глаза не закрыл, как говорится, не умер. Ты еще можешь обратиться. Это еще не последнее. Ты сейчас так думаешь. Может быть, Господь тебе даст понимание такое, какое надо. Было понимание у верующего человека. Церковь, я имею в виду. Именно православная. Я буду об этом только молиться, чтобы тебе Бог, да, открыл глаза. Ты думаешь, у нас глаза закрыты? Мы не видим. Разшибаешься. Это у тебя глаза закрыты. И ты закрыл их, и, понимаешь, вот в чем делается. Говоря про нас, ты забываешь о себе. Ну, ладно. Как бы вопросы, как бы утверждения, они на волю Божию давай оставим, а не на наше умозаключение. Посмотрим. Оно Господь рассудит потом. Где правда, а где шора на глазах. У кого они. Это ж, как бы, можно взять на себя миссию и говорить, что я вот знаю как. А я не так считаю. Знания как раз, они тут не нужны. А ты скажи, я знаю, кто тебе звонил, ты мне скажи, он за то, что ты сказал о причастии о самостоятельности. Ну, там он как бы так особо конкретно не выражался. Он, конечно, да, да, как это так, что это такое там. Но конкретно у нас такого не было, что там ты... все, я понял. Брат, я не ожидал, что это так повернется. Для меня это, конечно, не то, что неприятно, а даже больно. Больно, больно. А то, что мы утверждаем о нем, мы ничего не знаем. Мы знаем то, что он сказал и то, что не говорит. Мы, это, не просто, если бы он молчал, мы просто бы... Брат, но он не призывает, понимаешь, он, во-первых, он мне это сказал, ну, можно сказать, в приватной беседе. Вот. Я вынес без его, как говорится, ведомо это на публику. Вот. И тут погнали. И может, глагол никто не желает. Может, глагол никто не желает. Ну, это понятно, да. Но я тебе говорю о том, что это, как бы, он бы никогда об этом не заявил, допустим, публично. Это его размышления. Слава Богу, что вы встретились и что так у вас получилось. Это, понимаешь? Я считаю, что не все надо знать людям, потому что, вот, даже, потому что мы разговариваем, между собой-то у нас понятие, как бы, не сходится. А зачем это, как бы, вообще нужно кому-то? Ну, хотя пусть, может быть, кому-то. я бы считал, брат, я бы считал нужным, поэтому... Вообще, конечно, надо, ты что-то перестал в последнее время выкладывать, даже не спросишь, ничего, как бы. Вот, ну, ладно. В принципе, я не боюсь этого, просто, вот именно я понимаю, что не всем полезно все слушать в этой жизни. Когда надо, в принципе, кому-то это лично можно о чем-то сказать, когда видишь, что человек может тебя, как бы, понять, вот, и тогда, да. А так, как бы, что толку стоит копию ломать их? Видишь, надо все-таки, это вера, мы находимся в области веры, вот, и суды выносить нам рано, суды будут потом. на данный момент, а на будущее мы не знаем, я не знаю, просто я надеюсь, что ты изменишь свои мысли. Конечно, ты считаешь, видишь, ты считаешь, понимаешь, я надеюсь, естественно, ты на это надеюсь, что будут делаться или мыслить, как ты, а я надеюсь, что придет время, допустим, ты как-то по-другому начнешь мыслить. Ну, это от наших надежд, нам не холодно, не жарко. Вот мы пока обнялись мыслями, пояснения внесены, и слава Богу. Почему как я-то? А рукоположение освященствия, рукоположение о Евхаристии не я так думаю, я бы читал церковь так думает. Православие, да, я согласен. То есть, по-православному так и должно быть. А ты говоришь, я так думаю. Ну, по-православному ты так, я тоже принял это учение, поэтому оно, как же иначе, ты и православие, оно не разделится в этом случае. Я же поквернула. Вот, поэтому православие, оно так и останется православным. Ну, ладно, братья, благодарю за беседу. Давайте, на гости. Михаил, какая обида-то, мель, ну, удивительно. Это как будто, я бы, знаешь, если я считал, что человек не имеет права на какой-то взгляд, на какие-то оценки, то тогда я должен был бы обидеться. Как так? Я сам за то, чтобы мы имели этот взгляд и свои оценки. Надеюсь, что и вы так же понимаете. Ну, ладно, слава богу. Ладно. Ну, все тогда. С Богом. С Богом. Спокой ночи. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...